Друзья, добрый день! Вы на кулинарном канале Наталья Горбачёвой. Я вас также приглашаю в мою группу ВКонтакте и в канал Телеграм. Там много полезных материалов, не только видео. Ссылки я оставлю под роликом внизу в описании. Это видео я решила записать как ответ на ваши комментарии к ролику про пшеную кашу на воде. Будет два рецепта такой каши, вязкой пшенки и рассыпчатой. Но сначала о подготовке пшена перед варкой. Первое, если это необходимо, пшено перед варкой нужно перебрать. Второе, его надо тщательно промыть до чистой прозрачной воды. Я обычно мою сначала в горячей, затем в холодной воде. Весь процесс от начала до конца в видео я не показываю, иначе это бы растянулось на половину ролика. И третий пункт, который вызывает больше всего отклика. Что делать, чтобы пшено не горчило? Как убрать горечь? У меня тут ответ однозначный. Свежее, качественное пшено не горчит. Я даже хотела сначала назвать это видео, как убрать то, чего нет. Я варю пшенку достаточно часто, покупаю крупу разных производителей, и ни разу она не попалась горькой. То есть, если вы купили упаковку пшена с нормальным сроком годности, непросроченная, если она не пролежала у вас в шкафу несколько лет невостребованным, я, конечно, про несколько лет утрирую, но думаю, бывает и такое. То есть, свежее, хорошее пшено горчить не будет. Просто попробуйте. Многие пишут, что их так научила бабушка. Да, когда-то, возможно, это было так. Я сама в детстве перебирала рис, гречку и другие крупы по просьбе бабушки. И у наших бабушек были свои секреты. Но времена меняются, меняются технологии очистки и хранения круп. Многие из них нет необходимости перебирать и как-то дополнительно обрабатывать. Поэтому некоторые бабушкины секреты сейчас уже не актуальны. Думаю, достаточно на этом остановилось. Пора переходить к рецептам. Сначала сварю рассыпчатую пшенную кашу на воде. Крупа у меня уже промыта. Заливаю ее тремя стаканами холодной воды. Пропортие рассыпчатой пшенной каши 1 к 3. И ставлю кастрюлю на огонь. Чтобы пшенка не пригорала, ее лучше варить в кастрюле с толстым дном. Во время закипания я добавляю соль, масло сливочное или растительное. Перемешиваю до растворения масла. Затем убавляю огонь, закрываю кастрюлю и варю пшенку на очень медленном огне от 20 до 30 минут. Во время варки я ее не перемешиваю. За это время вода полностью впитывается в пшенку. Каше можно дополнительно дать настояться минут 15-20. Надо сказать, что определение рассыпчатое для пшенки не совсем точное. Как бы вы ее не варили, в готовом виде она получается достаточно разваристой. Потому что у пшена такие свойства. Поэтому не ждите, что каша будет крупинка к крупинке. Она просто будет лучше держать форму, чем более вязкая, нежная пшенная каша. Сейчас перейдем к ее рецепту. Сразу скажу, что в такую кашу я часто добавляю яйцо. Но этого можно и не делать. Поэтому решайте сами. Яйцо – ингредиент необязательный. Вы часто спрашиваете, зачем яйцо. С яйцами блюдо получается более сбалансированным по составу. Добавляется белок. И, соответственно, оно становится более сытным. Для более вязкой пшенной каши пропорция пшена и воды 1 к 4. Также кашу солю в начале варки. В момент закипания можно снять пену. Варится каша также на медленном огне. Здесь уже в процессе готовки ее можно перемешивать. Взбитое яйцо я добавляю в самом конце варки. Сразу быстро перемешиваю. Добавляю масло. И оставляю кашу довариваться на очень медленном огне еще на 5-7 минут. В общей сложности каша варится так же, как и в первом варианте, от 20 до 30 минут. В конце такая пшенка уже начинает пыхтеть, плюхать. И уже готовой каше можно также дать настояться несколько минут. Такая каша получается пышной, мягкой, нежной, очень вкусной. Приятного вам аппетита! Готовьте по тому рецепту и до той консистенции, которая вам нравится. И до встречи в следующих роликах!